Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Багрянцев, и в этом видео я расскажу, как сделать прическу, как у меня. Сейчас не очень видно, какая у меня прическа. На самом деле, прическа у меня достаточно стильная, как бы это не возвышенно звучало. Но, тем не менее, мне задавали такие вопросы мои подписчики, и я просто через один час иду в парикмахерскую, где мы будем работать над моей прической, и опять, собственно, вернется то, что было. Для тех, кто не понимает, что у меня была за прическа и какая, то, пожалуйста, вот есть рядышком фотография. Эта прическа, когда у вас здесь очень короткие волосы, да, сейчас много так ходят, а здесь достаточно длинные. Но длина должна быть тоже умеренной для того, чтобы эти волосы можно было немножечко поставить, да, и немножко зачесать назад. Тогда красиво будет смотреться. Сейчас многие так носят это стильно. В последнем фильме про войну Брэд Питт тоже был с такой прической. Просто тут уже каждый смотрит под себя. Итак, чтобы ее сделать, нужно как минимум собраться в парикмахерскую и парикмахеру сказать несколько вещей. Первое. Найдите фотографию этой прически. Возьмите чью-то фотографию, либо скриншот, как эта прическа выглядит со стороны. И даже если вы сделаете только это, покажете фотографию на iPhone, сфотографируете на телефон и так далее, то он сразу поймет, что нужно сделать. Второе. Объясните, что вам нужна прическа, которая сейчас в тренде у молодых людей, где по бокам ничего не нужно выбривать. То есть сбоку очень короткие волосы, а здесь волосы длиннее для того, чтобы зачесывать назад. То есть здесь именно волосы, длина волос должна начинаться именно где у вас пробор. Вот. Я надеюсь, сейчас видно. Если вы обратите внимание, у меня сейчас волосы здесь уже достаточно сильно отросли. И поэтому они очень плохо сейчас поднимаются вверх, потому что когда я их феном еще зачесываю, когда сушу волосы, то они у меня вот здесь лучше стоят и красивее смотрятся. Соответственно, длина волос должна начинаться именно там, где у вас находится пробор. Понятно? И второе. Вы должны регулировать длину, как у вас должно быть по бокам, именно под вас. Если вам не идет, когда у вас здесь слишком коротко, попросите сделать длиннее. Что по поводу челки? Соответственно, челку мы тоже практически не оставляем, потому что челку вы тоже будете ее поднимать и зачесывать немного назад. Как это делать? Многие спрашивают, Павел, как вы справляетесь со своими волосами? Никакие гели, никакие лаки не помогают. Я вам объясню. С утра я когда мою голову, я потом сразу беру фен и беру расческу. И сразу же сушу с феном и с расческой свои волосы. То есть я расческой медленно веду назад и сразу же параллельно сушу феном. То есть дальше веду назад, сушу феном. Для того, чтобы у вас был практически такой же эффект, даже лучше, как у меня сбоку. То есть чтобы сразу начинался пробор и чтобы вот эти волосы, они как бы больше шли вверх, так красивее будет смотреться. То же самое. Вы ровно от пробора ведете расческой и феном. Я думаю, что мне нужно вам показать конкретно с расческой и феном, как это делается. Но я сейчас, скажу честно, не готовился, потому что я параллельно записывал обучающее видео. Даже, видите, в костюме. И решил просто вот записать такое легенькое, простенькое видео о том, как по факту это можно сделать. Если вам нужны подробности показать наглядно, то напишите в комментариях. Я запишу отдельное видео. А на самом деле в этой прическе нет ничего сложного. Главный принцип. Короткие бока. Здесь волосы оставляем. Но, естественно, должна быть филировка, чтобы волосы слушались. И длина волос начинается от пробора. Волосы вы зачесываете вбок, либо немного назад. И они будут у вас хорошо слушаться, если вы будете их укладывать вместе с феном. А потом вам останется либо немного лака, либо немного геля. И они будут держать свою форму в течение всего дня. Вот такой очень простой секрет. Для наглядности можете посмотреть, как у меня с этого боку. Но из-за того, что у меня по бокам уже волосы отросли, у меня разница не видна. Что здесь коротко, а здесь как бы так длинно. Именно поэтому я скоро иду к парикмахеру для того, чтобы этот вопрос решить. Если вам понравился мой простой совет, ставьте лайк. Оставляйте ваши комментарии. И пишите, надо ли еще подробно говорить про уход за волосами и как сушить волосы, чтобы они держались. Всем пока!